Общую форму будет просто понять, почему формул конвейерность, если мы сейчас разберемся. Итак, что я сейчас буду делать тогда с диктем? Вместо моего слова написать это я умею. Эль, ООО. Вместо вашего слова я должен написать ООО. Ну, П, У, Вер, Я, Хаски, П, У, Скоро, М, Е, Ницца. Это все, безусловно, верно. Только здесь, там, где я, надо писать РООО, а там, где вы, надо писать ОООО. И опять, у меня есть всевозможное начало, когда игра еще умеется. Есть такие начала? Есть. И я ровно так говорю, что к началу, когда игра еще умеется, можно приписать, только здесь надо опять стереть мое слово и вместо него написать РОООО. Стереть ваше слово и вместо него написать ОООО. И вот сейчас наступает самое интересное. Если я приписал слово РООО, возможно, ситуация, что эта буква Р, это на самом деле от слова ОООО. Как же записывается множество тех слов, на которых игра еще не закончилась, через, так сказать, С с индексом Я и С с индексом Вы, если приписать слово РООО. Возникает ОООООО, и ООООО, это должно быть последним словом. То есть вот это слово, это слово из множества С ВЫ. Есть два варианта. ЛИБО, приписав это РОООООО, я получаю ситуацию, когда это и есть последнее слово, когда это и есть мое выигрышное слово. И в таком случае, это есть ситуация, когда выиграл я и получается вот начало вот того, что вот я выиграл и вот мои РООООО, а перед этим написано я. Но, возможно, другая ситуация, что, когда я приписал РОО, выяснилось, что на самом-то деле там были две буквы О, и, соответственно, вот это слово из СВИ, то есть на самом деле было слово из СВИ, к которым были приписаны буквы ОО. Это две ситуации. Либо я приписал РОО, не обнаруживаю там никаких плохих слов, ну и тогда одна ситуация. Либо я обнаруживаю, ну как я могу обнаружить? РОО я там не могу никак обнаружить раньше, я могу обнаружить только ООР. Теперь я пойду вниз. Если я приписал нашему слову ООР, множество С, могло, ну и все хорошо, когда он приписался, но последнее слово, то есть это называется СВИ, да? А еще, возможно, другая ситуация. Когда я приписал ООР, то могло быть так. Вот эти две буквы О превосходно могли с какой-то буквой Р взаимодействовать и дать нам это самое РОО. Согласны? И более того, может быть, я приписал ООР, а там было РОО. Это есть СЯ и должно кончаться на эту букву Р. Или оно закончилось таким образом. Это значит, что выиграл, это вот тот, о чем выиграл я, и еще две буквы Р и О. Вот они. Вот они. Теперь пишем вероятность. Смотрите, вероятность вот этого множества, это вероятность того, что я выигрываю, плюс одна четвертая вероятность того, что вы выигрываете. А вероятность вот этого множества, это что-то интересное. Это вероятность того, что вы выигрываете, плюс половина вероятности того, что я выиграю, плюс четверть вероятности того, что я выигрываю. Это четверть и П. Здесь у меня три четвертых. Три четвертых, чего? КУ. Отношение вероятности П. Поэтому это плюс четыре. Отлично.